Жизнь нередко заставляет искать выходы из возникающих трудных ситуаций. Не всегда у граждан хватает возможности самостоятельно справляться с трудностями. И они записываются на прием главе Славянского района с надеждой на решение насущных проблем. 41 человек из городского и сельских поселений пришли на расширенный прием главы Славянского района. 12 из них принял лично Роман Синеговский. Остальных выслушали глава Славянска на Кубани и заместители главы района. С чем обращались славянцы? Их волновали состояние дорог и сроки их ремонта, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, оказание социальной помощи в трудной жизненной ситуации. Сотрудники учебной площадки детской школы искусств в хуторе Прикубанском обратились с вопросом прояснить ситуацию с оплатой труда, которая возникла при перемене статуса с сельского на городской. Было принято на местном уровне решение, чтобы вернуть статус учебной площадки. Ну, надо так надо, в принципе, нормально, мы очень довольны. И дело в том, что все было бы хорошо и замечательно, мы все остались работать на тех же местах, те же ученики наши. Мы сами все работающие там городские жители, живем в Славянске на Кубани. И мы добираемся на хутор Прикубанском. Но мы уже работаем по 15 лет там. И, в общем, было все хорошо и замечательно. И тем более нам пообещали, что все нам сохранится. Педагоги будут получать все сполна, как им положено. Дачников из садоводческого товарищества «Приазовец» беспокоит проведение новой дороги к участкам, которую им обещают сделать железнодорожники взамен старой. Этот вопрос для того, чтобы были учтены пожелания садоводов, прорабатывается славянскими властями совместно с представителями железной дороги. Также обещано содействие в подсыпке дорог внутри Приазовца. Помогает администрация и проживающим в товариществе «Хуторок». Все озвученные вопросы поставлены на контроль. Руководители отраслевых структур и специалисты муниципальных служб получили от главы района поручения по каждому из обращений граждан. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».